Можешь поесть, и тогда бы пока ты поел, я успел и расчесаться там, и приготовиться, и все что угодно сделать. Ну ладно. Я с утра не кушаю. С утра, а что, с вечера кушаешь? Ну, с обеда начинать. А каноничнее все-таки с утра кушать. С утра и днем, а вечером вообще лучше ничего не кушать. То есть смотри, ты что хочешь кормить себе, прав, я, мудрость или нафиг? С вами тебе, что, мудрость? Мудрость. Ау? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Дела жив, я жив, провожу занятия сейчас. Ну, а сейчас проводишь, и я живу, и люди, и школы. Ну, вот, человек сидит заживо. Ну, ты в Киеве еще, да? А, понятно, понятно. Ну, короче, жив, все нормально, все хорошо, уже раз. Так и меня радует, что я жив. Вот. Хотя меня все радует, в принципе. И жизнь, и смерть, это всего лишь тот или иной опыт. Поэтому, как бы, и смерть особо не пугает, и жизнь не пугает. Все это интересно и хорошо. Вопрос в другом, что сейчас пришел человек, и он сидит уже, и смотрит на меня, и думку гадает. А чему же я, не знаю, с ним разговариваю. Вот. Тому я сейчас, наверное, с ним позанимаюсь, а потом тебе перезвоню. Хорошо, привет передавать человеку. В общем, люблю, ценю, жду, рад с тобой встретиться буду. Вот. Потому что уже за тобой соскучился до умопомрачения какого-то. Я на море, я так была, скажем, вот там бомба. Мне неинтересна бомба из воды, а ты мегаинтересна, поэтому к тебе обязательно смотри. Ты знаешь духовное происхождение вообще всех живых существ или как? Да. Это хорошо. А точнее, строение человеческого существа знаешь? Нет. Тогда сверху запиши себе, пожалуйста, Будова в больших-больших лобках Людыны. То есть, почему в лобках человека? Потому что человек – это условный термин. Это термин, отображающий некую совокупность. Это всё равно как строение компании, или фирмы, или государства, или что-то. То есть, это не неделимая какая-то структура, а это совокупность, куча всего. Будова людей. Снизу, это уже не заглавок, это уже состав пишется. Я, в скобках дух, особистість. В скобках дух, особистість. Дальше. Совість, в скобках БА. Совість, в скобках БА. Духовне тело. Продолжай. Продолжай? Да. Дальше. Под духовным телом. Ну, вернее, сбоку. Сейчас. Угу. Сбоку. С одной стороны наддух. С другой стороны эго. Эго один, и эго два в скобках ложное. Секундочку, перепишу полное тело. Полное тело. Я подниму с одной стороны еще раз. Наддух. Сверхдух. Пра-искра. Парам-атма. С другой стороны эго. Эго один, и эго два. Эго два является ложным. И пишется эго. Эго один, и эго два. Да. Эго второе ложное. Эго один, а эго два писать? Эго два ложное, да. Эго два, и дальше продолжение ложное. Да. Уровень ниже. Воля. По центру писать? Да. Дальше разум, сведомость. Дальше ум. Дальше почуття. Дальше мозг, слэш нервная система. Мозг и нервная система? Мозг и косой штрих нервная система. Дальше органическое тело. Ну там хвости, мясо, все такое. Дальше защитная оболочка, аура. Дальше дополнительные оболочки. Дополнительные оболочки. Сюда относятся и разные тонкие оболочки, и обычная одежда, и куча-куча всего другого. Некоторые бесы могут полностью с собой обвить тонкое тело того или иного человека. Ну это уже отдельная история. Записал общий узкий. Дальше сейчас мы будем разъяснять каждый из ее параметров. Первое. Дух. Знаходится за межами материи, але думает, що знаходится в ней. То есть это как, когда человек играет в компьютерную игру, и вектор его внимания погружен в компьютерную игру, но его тело сидит рядом. То он как бы... Он находится за межами материи, але думает, що в ней. Да, то он как бы думает, що він в игре, а на самом деле рядом. А на самом деле даже не рядом, а на самом деле в духовном мире. И только внимание его погружено в материальный мир. Второе. Совість. Пронизывает все существующее. Это является как голос, информационное поле, и часть энергии, Ра и Ради. Как это правильно написать? Ну так и записывается. Совість пронизывает все существующее. И есть проявлено певных энергоинформационных потоков Ра и Ради. Потоков Ра и Ради? Да, духовное тело. Духовное тело. Это находится за межами материи. Это третье было. Духовное тело. Дальше смотри, есть один важный аспект. Находиться за межами материи. Смотри, есть один очень важный аспект. Многие люди говорят, вот Всевышний находится во мне, вот значит как бы сверхдух находится во мне, в моем теле. Ну это отчасти так на современном языке, а отчасти это принижает Всевышнего и показывает неосведомлённость человека относительно его духовной природы, относительно того, какое взаимоотношение у нас сегодня. Поэтому в этом тексте, чтобы не обозначать сверхдух как один из порядковых номеров строения человеческого тела, вместо номера 4, допустим, смотри, какой интересный номер. Номер это запятая сверху. Запятая, да? Да. Ну это как современный апостроф или как есть по-древнему, это йодгая, то есть йодтирующий знак. А подожди, я выноску нахи сделаю. Йодгая называется этот знак. Йодтирующий. 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 Йод. Йод. Знак. Зачем он нужен? Для йодтирования того или иного звука. Не понял. Тогда вопрос не так. Что такое иритирование? Ну это в лингвистическом плане. Придание звучания й. Вот й, ты над ним пишешь эту штуку, звучит й или й. Вернее, сам он звучит й, а если он над й, то это звучит уже как й. Если над, допустим, хорошо, а, он стоит, то звучит как ай или я. Если как о, то йо или ой. В зависимости от того, как его сконфигурировать. Так, вот здесь взялась буква йо. Это буква й с двуматочками, уже йо. Да, ну смотри. Образное его значение это нахождение вне материального мира. Он, в отличие от остальных буквиц аум араси, не стоит вот в строке, он как сверху. И образное значение это что-то, что находится в духовном мире и чуть-чуть проявляется как в материальном мире. Поэтому его значение то, что эзотерики называют трансцендентность. Каждый термин нужно разбирать, потому что, ну, каждый термин это вопрос. Все, я отвалюсь вообще сейчас. Мне целую ночь общинялись, телефон всякий. Доброе утро. Нет, я сегодня выходные, я в Аре. Да. Первый ход, нет? Что-то сообщить. Роны и манка. Да. Сейчас я подожди, поразписываю еще раз. Защитная оболочка Аура. Это 11-й в моем полу. Да. 11-й. Мы его там не записали. Аура, это вообще великая тема, ее отдельно надо разбирать. Ну смотри, здесь как в эвакурации просто пробежка по основным понятиям. А на самом деле их можно детализировать, детализировать, детализировать и детализировать. Несколько десятков лет. Ну, да. Потому что даже по биологии только написано куча трактатов, куча трудов по анатомии, хирургии, куча-куча всего. Вкратце напомню то, что это самое, что ты лучше запомнил. Первое. Дух находится за ножами материи, но думаешь, что находится в ней. Совесть пронизует все иснующее, все проявление певных сил Ра та Ради. Три. Духовное цело находится за межами материи.